Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Ярослава родилась в Москве в 1937 году в творческой семье. Кроме нее у родителей, имевших прямое отношение к кинематографу, было еще две дочери. Когда отец девочек умер, все трое были вынуждены пойти работать в качестве детей актеров озвучивание на Мосфильм. Впервые имя Ярославы было официально упомянуто в титрах в 1954 году, когда она дублировала американский приключенческий фильм «Семь невест для семи братьев». После школы Ярослава поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1960 году. Сниматься начала в 1961. Своя голова на плечах, рассказы о юности, есть такой остров, сестрички Либерти. Эпизодические роли в серии о гардемаринах. Тем не менее, театральная кинокарьера актрисы особо не сложилась, и она профессионально стала заниматься дубляжом. Работала более чем над пятью сотнями фильмов и анимационных лент, как актриса и как режиссер дубляжа. После 1991 года актриса не снималась. Театральная жизнь также не заладилась, поэтому она сосредоточилась на дубляж. В 1974 году Ярослава впервые выступила в качестве режиссера озвучения, когда ей предложили проделать эту работу для картины «Бронзовая птица», в которой она уже выступила в качестве актрисы озвучения. С этого момента Ярослава осознала, что может заниматься не только озвучением, но и режиссурой этого процесса. Благодаря режиссерской работе Ярославы советские, а потом и российские зрители, сумели услышать голоса героев нескольких сотен зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов. Голосом Турлевой говорят многие герои отечественного и зарубежного кино. Персонажи мультфильмов «Ух ты, говорящая рыба», «Ишь ты, масленица», «В синем море в белой пене», «Кто расскажет небылицу». Проработав долгое время в качестве актрисы дубляжа Ярослава Георгиевна, начала непосредственно руководить процессом, стала режиссером дубляжа Мосфильма. На ее счету список Шиндлера, несколько Джеймсов Бондов, «Побег из Курятника», «Шрек», «Матрица» и множество других кинолент.